В Свердловской области начинается переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. И первопроходцем в этой сфере стал Нижний Тагил. Напомним, концессионное соглашение по созданию объектов для переработки мусора было подписано между администрацией города и облкоммунэнерго в июне этого года. Проект будет реализован на основе опыта и новейших разработок Тюменского региона. Запущенный в августе этого года мусоросортировочный комплекс Тюмени, аналог завода, который планируется построить в Нижнем Тагиле. Это высокотехнологичное производство, способное переработать 90 тонн мусора в час. На сегодняшний день Тюменский завод – самое крупное предприятие в стране по переработке мусора. На его открытии присутствовал глава Министерства природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что проблему постоянного роста отходов производства и потребления, низкий уровень их переработки необходимо решать на государственном уровне. Ежегодно в России образуется 70 миллионов тонн мусора, из которых менее 7% вовлекается в хозяйственный оборот. Остальные объемы направляются на захоронение. Временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев в составе делегации Свердловской области посетил новый мусороперерабатывающий комплекс в Тюмени, чтобы на месте посмотреть, как работает самое современное оборудование по обработке бытовых отходов. Процесс сортировки начинается с разгрузки мусоровоза. После отсеивания негабарита отходы запускают на конвейер. Затем вручную и автоматически отделяют сырье, пригодное для вторичного использования – пластик, стекло, металлы. Отсортированные материалы поступают в оптические и барабаны-сепараторы, где разделяются по типам и даже по цвету. Технологии позволяют отделить порядка 50 фракций, в том числе картон, полиэтилен, черные и цветные металлы. В результате мусор спрессовывают в брикеты и отправляют на предприятие, которым необходимо вторсерье для своего производства. Мусор, который подлежит утилизации, вывозится на полигон. По итогам знакомства с новейшими технологиями Владислав Пинаев отметил, что впечатления самые хорошие. Воочию теперь убедились, что заключенное нами концессионное соглашение – это не миф на бумаге, это действительно работающий завод, который позволит в перспективе реализовать все намеченные планы. На сегодня компания обкатала все недостатки, которые есть, и уже последующие технологии можно применять в городе Нижний Тагил. Уже это более типовой проект, это более быстрая реализация. О полном отсутствии вреда подобного мусоросортировочного предприятия рассказал представитель Тюменского экологического объединения. Именно эта компания построила завод в Тюмени и будет возводить в рамках концессии аналогичный комплекс в Нижнем Тагиле. Мусоросортировочный завод само по себе производство экологически чистое. То есть это то же самое мусорное ведро, стоящее у вас в квартире, из которого вы взяли и разложили на два ведра. Никаких термических процессов или химических процессов обработки здесь не происходит, соответственно вреда экологии быть не может. Добавим, что новые технологии постепенно будут вводиться в повседневную жизнь горожан. У нас нет задачи, и мы посмотрели именно на этом производстве, задачи заставить или убедить собственника сортировать по 50 ведрам. У нас задача, чтобы был дуальный сбор мусора. Это пищевые отходы и непищевые отходы. Тем самым, во-первых, мы устраняем загрязнение непищевых отходов пищевыми, соответственно, их проще пускать на вторичную переработку. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, это гораздо проще сделать в пределах квартиры, и гораздо меньше участка надо будет выделять на территории двора, где будут стоять контейнеры. В настоящее время, согласно консессионному соглашению, в Нижнем Тагиле уже определен участок, на котором будет строиться мусоросортировочный комплекс. Главный подрядчик, компания «Облкоммунэнерго», уже проводит изыскательские работы. Все сроки прописаны в дорожной карте. 2019 год, лето – это окончание проектирования. Исходя из проекта, будет видно, когда будет начало, последовательность работ. Но окончание, конечно, мне бы хотелось, честно вам скажу, в виде вот этого производства, чтобы это было быстрее. Но есть объективная реальность – это конец 2020, либо начало 2021 года. К моменту запуска завода все старые полигоны в Нижнем Тагиле будут закрыты и безопасным образом рекультивированы. Взамен будет построен новый, соответствующий всем современным экологическим требованиям. Причем на полигоне будут утилизироваться в основном органические отходы, которые разлагаются в течение трех-пяти лет. А вредные для природы – пластик, металлы и другие токсичные материалы, направленные на переработку, больше не будут отравлять окружающую среду. Кроме мусоросортировочного комплекса и полигона, в Нижнем Тагиле появится также снегоплавильная станция. Я бы хотел выразить благодарность администрации города Нижнего Тагила лично Лиславу Юрьевичу за то, что они взяли на себя непростую ответственность, быть пионером в этой отрасли Свердловской области. И я уверен, что Нижний Тагил, как всегда, с успехом справится с этой задачей, а остальные муниципалитеты, в том числе и Екатеринбург, будут равняться на них. В заключении встречи участники отметили полное понимание задач со стороны правительства Свердловской области, администрации Нижнего Тагила и предприятий-концессионеров. Добавим, что новую эффективную систему обращения с ТКО в России планируют создать до 2024 года, и Нижний Тагил принимает в этом процессе самое активное участие.